Проспект независимости в Минске претендует на статус объекта списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная магистраль белорусской столицы будет представлена в номинации «Социалистическая послевоенная архитектура в Центральной и Восточной Европе». Речь идет об архитектуре, которая была создана после войны в стиле так называемого «сталинского ампира». Он сочетает помпезность, роскошь, величественность и монументальность. Парадная линия от Почтамта и до Площади Победы – это первая и самая эффективная очередь застройки проспекта. При возведении зданий соблюдались строгие требования. Высота домов не должна была превышать 23 метра, а длина варьировалась от 100 до 120. Ощущение света, простора и парадности. Одним из первых в Минске в стиле «сталинский ампир» строилось здание главпочтамта. Его называют заглавной буквой Центрального проспекта Минска. Проектирование началось в 1947 году, строили 4 года. Здание можно назвать произведением ручной работы. Оно возводилось без кранов и спецтехники. Украшением проспекта стало здание Гума. 5 ноября 1951 года универмаг открыл свои двери для покупателей. В стиле «сталинского ампира» возводилось здание КГБ, Дворец культуры профсоюзов, Монумент Победы. По мнению экспертов, сталинская архитектура, сохранившаяся в Беларуси, безусловно, является исторической ценностью, а также обладает большим потенциалом по привлечению зарубежных туристов. Редактор субтитров А.Семкин